продолжаю делать елочные игрушки вот видите перед собой сейчас это такой был длинный из картона внутри круглый стержень для бумажного полотенца но они продаются обычно у нас такие в магазинах картон довольно прочный и хорошо держит форму разрезала я его как видите на три части и проделала уже оконца с другого картона сделала вот такой рожок вклеила уже ниточку и для того чтобы потом удобнее было и не запачкать ткань потому что я буду домики обтягивать тканью уже заклеила внутренности чтоб хорошо здесь держалась закрепила изнутри шов и покрасила крыша будет вот таким образом тоже сажаться вот видите я работаю с горячим плеем очень удобно быстро вот такой вот будет домик дальше начнем его украшать крышу хочется сделать очень натуральную легко и просто на улице можете взять сосновые шишки у меня здесь видите уже собран материал я эти шишки все распотрошила вот с этих кусочков я буду делать на этом конусе как черепица и получится такой домик с крышей как черепичный и плюс это натуральный материал будет здорово интересно и легко каждую чешуйку можно наклеивать на горячий клей поэтому работа будет идти очень быстро какие три домика у меня получится я вам покажу обязательно ну и еще верхушка понятно приклеится вот эта крыша круглая ну а вот это дно надо будет поставить на другой картон обвести круглым или еще проще вариант может быть накладывайте по контуру горячий клей прикладывайте на поверхность ровную а потом ножничками обрезаете вокруг все эти швы и края можно заделать веревочкой бечевкой и тогда будут скрыты края не только снизу но бечевкой можно заделать или кружавчиками и само отверстие эта идея это самое начало какие домики я сделаю я вам обязательно покажу просто еще один вариант для тех кто любит рукодельничать и может быть хочет сделать и кому-то приятные подарки или даже украсить свою елочку так что первый шаг у меня сделан мне тоже очень нравится по сути дела этот размер он реально не очень большой и не очень маленький так что вот этот орнамент еще один на елку будет очень хорошо виден ткань конечно хочется использовать мешковину я посмотрю у меня есть она и натуральная и крашеная и еще что сейчас когда наступают такие праздники и очень здорово игрушки сделать вместе с детьми мои дети уже выросли и каждый занят своими делами а вот у кого дети поменьше то у вас великолепная прогулка получится на улицу в сосны и подышите великолепным воздухом наберете себе сосен на шикарный витаминизированный чай очень полезный ну и потом вот наберете шишек и дома вместе с детками разберете и этот проект я думаю будет очень увлекательное творчество тоже для вашей малышей достала и мешковину уже померила и вырезала первое у меня будет вот так натурально покрашена в коричневый цвет чисто буду наклеивать его вот так по кругу потом прорежу дырочку можно сделать из этой мешковины видите у меня здесь есть покрашенные разные очень ярко синие такой более салатовый цвет красный даже домик можно сделать что как раз очень хорошо к рождеству и новому году из золотистой ткани тоже будет видимо очень здорово вот сделаю несколько домиков и посмотрим как они будут выглядеть ленточку нашла вот здесь можно будет разрезать ее поменьше для того что если надо будет можно будет скрыть швы она тоже чуть поблескивает идет тоже такого праздничного вида думаю хорошо будет соответствовать конечно можно использовать веревочки или веревки другие какие-то типа бечевки ну посмотрим еще есть натурального цвета материалы могут быть для домика совершенно абсолютно разные в зависимости какая у вас ткань найдется можно даже использовать что очень здорово всегда смотрелась вот любая клеточка мне она нравится когда делаешь какие-то украшения она может быть светлая темная какая ткань у вас найдется или какие-то другие лоскутки какие вы обнаружите дома ну вот мешковиной я обклеила свой домик прорезала дырочку которая была ткани тоже сделано и вот надо будет потом закрывать сделать но она у меня пока покрашена и подсыхает ну а здесь я постепенно начинаю дальше наращивать крышу ведь вот как она смотрится очень рельефно и по-моему очень здорово идет работа довольно быстро закончила собирать все крыши в домиках подклеены везде низ и вот как я уже сказала использовала разную мешковину по цвету смотрится вроде неплохо ярко теперь остается их украшать и игрушечки почти готовы ну вот сделала еще один этап обязательный он идет видите с добавлениями белой краски на черепицу здесь вход я тоже обработала краской с блестками такая у нас уже продается и по низу за декорировала шов приклеенный снизу вот этой картон очки чтобы так сильно не резалась тоже видите сделано блестками ну можно было и веревочкой веревочку я у себя не нашла сегодня еду в магазин надо будет кое-что добавить для того чтобы я делала какие-то работы дальше здесь остается около входа хочется добавить несколько зеленых веточек посадить их на горячий клей с какими-то ягодками так немножко в одну в другую сторону и думаю эта композиция у меня будет закончена вот такой комплект из трех домиков синий красный и коричневый безумно люблю работать с мешковиной она всегда великолепно смотрится и вышивки и в других других каких-то идеях которые связаны с бантиками там или еще чем-то но очень много можно что с мешковины делать люблю обожаю этот материал поэтому очень часто его использую он дешевый и у нас всегда он продается разных цветов уже покрашенные не надо мучиться ну закончила я своего ослика вот он он у меня даже получился такой моднявый я ему цепочку нацепила видите золотую все это укрепила решила все-таки пояс сделать золотой и края его жилетки обработала также краской с золотыми блестками вот он получился такой у меня моднявый довольно яркий на елочке тоже будет хорошо виден петельки всегда стараюсь сделать сразу вот как с этими домиками так и вот с другими игрушками которые делаются сразу же как идет процесс сборки ватой какого-нибудь персонажа то обязательно делаю петельку осталось здесь совсем чуть-чуть как я полностью и чем решила закончить мои домики я вам обязательно покажу вот такая идея очень легкая очень простая и очень доступная из самых минимальных материалов что здесь надо картон клей белая краска серебристая какая-то ткань и ваша фантазия ну и шишек а шишки на улице бесплатно разбирайте их делайте любые крыши и собирайте любые какие вы хотите композиций мне очень хорошо нравится вот этот материал с ним работать он он очень любопытный сет с такого варианта можно делать не только крыши можно придумать еще что-то нечто но это уже может быть будет какой-то другой проект осталось дело за малым до оформить домики и они готовы уже отправиться тогда на елку конечно не надо забывать и про перышки у меня собрано здесь очень большое разнообразное количество разных перышек и от петухов и от курочек причем разные породы еще идет от фазанов которые тоже можно добавлять ваши композиции или сделать что-то совершенно другое вот я сейчас думаю добавлять ли классическую стандартную елку с красными ягодками на мои домики или все-таки каким-то образом использовать мои перышки перьев у меня очень много это только одна коробка я постоянно самые красивые собираю может быть здесь очень даже здорово подойдут перышки вот здесь маленькие есть можно их вклеить в одну сторону и добавить бусины ну вы у меня участвуете со мной вместе в процессе так что вместе со мной и будете наблюдать все как это дело происходит от начала до конца я не делаю мастер-классы но мне кажется то что я показала по моему все очень понятно вот здесь маленькие совсем перышки это идет от фазанов но посмотрю что-то мне очень нравится вариант именно перьев так что если подберу маленькие есть у меня и совсем маленькие наверное может быть я эти домики чтобы они были в композиции как комплект сделаю все оформление именно с перышками мне очень нравятся старинные разные вещи купила я здесь видите несколько шаров они среднего размера жемчужного красивого бледно-розового и белесого цвета хочется мне сделать эти шарики винтажными а для этого надо будет их обтянуть бархатной тканью ну а дальше как я буду украшать обязательно вам тоже покажу поэтому в общем посмотрим как эти шарики преобразятся в более нарядные и приобретут более старинный вид когда мои изделия какие-то должны взять время чтобы просохнуть и поскольку я не люблю сидеть без дела то опять вернулась к вязанию вот взяла сделала опять три новые митонки они всегда получаются разные с разной вышивкой вставлен бисер здесь и сейчас это очень востребованно просто такая погода началась смена деятельности это есть уже для меня отдых если рисовала то начинаю что-то лепить если лепила значит начинаю вязать тем кто вяжет это как раз сейчас самое самое время вспомнить таких вот еще тоже приятных мелочах которые можно сделать подарок себе или своим друзьям или своей семье ну вот я нашла здесь свои вещи которые мне по сути дела уже надоели и не нужны все это бархат бархат набивной блузки кофточки но здесь довольно много материала получается именно тот материал который мне нужен я думаю что для винтажных шаров это будет как раз то что надо а это материал великолепно тянется и как видите имеет очень шикарную бархатную основу здесь на данный момент у меня уже три варианта вот таких винтажных шариков еще одна кошечка не пришла помогать мне эта кошка моего мужа она его безумно любит и всегда ждет его с работы очень часто она любит приходить и ложиться прямо на рукоделие которое я тут делаю ну продолжая нашу тему с шарами для того чтобы не ошибиться с выкройкой ткани для шарика обычно я делаю так вот ложу шарик по центру с этой стороны и с этой стороны даю по сантиметру припуск на швы здесь по два сантиметра и когда прошивать будете обычно так отсюда прошивается и оставляется в этом месте горловина но такая чтоб туда мог войти ваш шарик внутрь когда прошьете по краю аккуратно таким полу овалом то очень близко там где вы строчкой прошли естественно не повреждая саму строчку как можно ближе обрезайте тогда будет более красиво ложится когда вы выверните этот материал ну вот а потом сверху затягивается эта горловина тогда будет и экономия и более аккуратно расходование ткани такая выкройка может помочь как раз таки чтобы сшить чехольчик на шарик любого размера ну вот я быть выкроила два кусочка ткани сшила их и вот видите мой шарик полностью прекрасно поместился по размеру так что с этой выкройкой следуя вот этим правилам вы сможете сделать выкройку на любого размера шар больше меньше обратите внимание как поменялся сразу вид бархат великолепно смотрится для елочных игрушек бархат вообще везде смотрится шикарно но елочным игрушкам он придает какую-то старину и линтажность края будут потом вот эти швы заделываться ленточкой и сам шарик можно вышить бисером или блестками наверху потом аккуратно здесь зашивается вручную и подтягивается под горлышко там также можно спрятать швы какие-нибудь небольшим атласным или воздушным бантом или веточкой елочки это уже по вашему желанию как вы будете дальше его оформлять но вот идея винтажного шара очень проста и так можно поступать с любым материалом главное чтобы он был очень эластичный и конечно выбирайте материал который выглядит очень богато мой любимый котик всегда рядом со мной кто не знает это мой люсье это канадский сфинкс он готов находиться 24 часа в сутки рядом со своей хозяйкой устраивается всегда поближе наблюдает что я тут творю и идет такая моральная поддержка мурки 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 мой красавчик эти коты очень интеллигентные очень умные ничего не боятся и любят всех украсила нашу елочку всякими игрушками достала свои коллекционные игрушки маленькие ведь они старинные на коньках очень смотрятся романтично и красиво винтажные игрушки тут еще одна у меня с книжкой тоже на коньках атласная накидка у нее какая порцелановая куколка другая девочка в бархатном платье здесь она в черных туфельках конечно если деда морозы и еще одна девчонка симпатичная принцесска ну и вот тут место нашел ослик и грибочки мои нашли свое применение веселый клоун с барабаном зайчик есть кружевные шары сделаны видите чисто кружевные когда обтягиваешь шар а потом вытаскиваешь резинку эту и остается клеем обработанная материал вот аккуратно такой очень хороший воздушный шарик матерчатый дед мороз еще один домик я его тоже сделала это самый 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 первый домик был такой серьезный дядька выглядит со стороны кавалер он сделан из материи конечно очень красиво старинные тоже игрушки это чисто стекло есть разные варианты у меня винтаж шар один вышит с птичкой обклеен тканью атласными лентами но основные игрушки которые вас тут вы видите это то что мы покупали в магазине потряс я выбирала их где-то они блестящие где-то матовые вот такая елочка у нас под самый потолок то ёлочка которая была в прошлом году она пришла вместе со своими лампочками я решила не добавлять больше никаких цветных очень много здесь получается и так очень красиво елочка у нас горит все время и вечером очень красиво освещает комнату вот еще одна винтажная штучка такая девочка не зуба хрома с цветами старинном жакетики с шляпкой так что мои игрушки которая сделала уже тоже украшает елочку не очень нравится они очень здорово сюда вписываются и смотрится видите великолепно елочка у нас стоит долго потому что праздники эти такие короткие и я ее убираю только на старый новый год она всегда занимает место здесь у нас у камина и в этой второй гостиной мы празднуем буду добавлять еще игрушки мне кажется что получилось все очень даже здорово ну и поскольку я заговорила о старине то я вам хочу показать вам две мои новые куклы я их специально достала из коробки они входят в коллекцию victorian garden куколки сделаны из порцелана они в идеальном состоянии просто в идеальном на них не пылинки не царапинки потому что хранились в коробках вот такие шикарные туфельки с розочками эти кружевные у нее гольфики атласная платьица коригласка очень длинные красивые волосы я не стала ее пока снимать с этого стенда которым она прикреплена потом конечно можно будет достать и поставить на полочку кто шьет куклам платья может понравиться и такой вариант под нижней юбкой идет атласная видите сверху воздушный материал вторая куколка голубоглазка она здесь фиолетовом атласном бархатном платье блондинка шикарные волосы накрученные это кукла тоже в идеальном состоянии и и по-видимому купили и в коробке так и держали долго не доставали вот такие две куколки у меня появились моей коллекции это был недавний визит на мексиканский влашиный рынок ну там про торгуют и американцы и там продают еще и птицу и можно купить и рожавые гвозди или попадаются очень много антикварных вещей вот там эти куколки я и приобрела вот такие две подружки появились моей коллекции что очень радует что они великолепном состоянии пока они отправятся в коробку до лучших времен я интерьер своей комнате всегда меняю и в других комнатах по настроению пока у меня вот смотрите какая группа кукол стоит и в другой стороне тоже та группа еще я на них не налюбовалась но их других комнатах очень удачная покупка и очень очень красивая правда добавление в мою коллекцию здравствуйте закончила я свои домики теперь уже могу полностью показать законченную работу в общем-то думала может быть сюда перышки добавить или елочку какую-то ну прикладывал совершенно разные варианты но больше всего и ярче всего мне понравилось именно вот вход оформить листиками зелеными сделанными из фетра красная хлопчатобумажная кружева вставлена по краю обработанная краской с блестками и вот бусинки серебряной звездочкой домики небольшие очень и не маленький среднего нормального размера по сути дела получилось как комплект единственное различие мешковина разного цвета видите красный коричневый и синий все это получилось ярко мне нравится есть еще мешковина другого цвета может быть я что-то доработаю и сделаю другие варианты может быть поменьше размером но это как идея такая у меня появилась и думаю получилась она красиво теперь хотела я из обычных шаров вот они шарики сделать винтажный стиль что-то нечто что было похоже на старинные обтянула я шарики свои бархатом трикотажным бархатом ну вот один из вариантов эти бледно-розовый бархат прошита здесь бисером и проложила я сверху вот такой декоративной ленты такой приобрело немножечко как ну старомодная но такой как старинный вид мне так кажется во всяком случае здесь видите бархат опять же этот бледно-розовый и он проложен кружевом уже четыре стороны и две полностью прошила вот бисеринками а другие оставила ну открытые бочки тоже мне кажется очень симпатично вышло здесь был другой материал серебристо-серый он сам по себе видите уже такой неоднородный с узором сюда добавила по три серые бусины верхушку прикрыла белым кружевом и по моему получилось очень даже интересно здесь опять же вот розовый бархат прошила весь молочным бисером а верхушки прикрыла фетром ну получилось такой какой-то фрукт очень интересный и последнее что еще буду добавлять этот цвет здесь очень простенько сделала обтянула вот именно таким вот цветом он аж поблескивает этот бархат очень симпатично выглядит и прошила бусинами темно-фиолетового цвета и получается у меня такой знаете комплект похожий на винтажный у нас в америке иногда в магазинах где вот есть разные антикварные вещи иногда попадаются игрушки и вот среди них вот бывают вот такого типа как раз таки винтажные игрушки обтянуты и разным материалом прошиты бусинами какими-то ленточками в общем то по сути дела то что я хотела я изменила этот внешний вид здесь кажется больше похоже уже на старину ну вот это вот то что на данный момент я закончила делюсь с вами все это сделать очень легко и кто любит заниматься такими вещами то это еще плюс еще большое удовольствие